Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как биполярное расстройство. На данный момент это довольно-таки часто употребляемое, я сказала бы, даже модное понятие. Но на самом деле врачи-психиатры давно наблюдали за этим состоянием, когда человек впадал то в манию, то в депрессию. Но в XIX веке французским врачам удалось систематизировать эти знания. Этому расстройству дали конкретное название – маниакально-депрессивный синдром. Давайте разберем, что такое маниакально-депрессивный синдром. Из названия мы видим, что есть первая часть – это мания, когда человек испытывает сумасшедшие эмоции, радости, полноты жизни, прекрасного настроения, которое сменяется за тем депрессивным состоянием. Но такой человек вполне может находиться и в здоровом состоянии в какой-то период времени. Я хочу уточнить, что это не просто эмоции обычного здорового человека. Это болезненное состояние психики. Так как, допустим, те эмоции, которые мы испытываем в довольно-таки продолжительный период времени, эти люди могут испытать за совершенно короткий период. И это огромная нагрузка на психику. К маниакально-депрессивному синдрому могут добавляться еще какие-то фобии или расстройства. Допустим, расстройства тревожности. Маниакальная часть, то есть когда человека посещает мания, она может быть выражена в значительной мере, а депрессивная часть не столь значительная. Или наоборот, маниакальная часть практически не выражена, но зато выражена депрессивная часть. Такое случается чаще у женщин, а у мужчин наоборот, чаще эйфория, а депрессивное расстройство в меньшей степени. А бывает так, что выражена и та, и та фаза на одинаковом уровне. И сегодня я расскажу о безудержном стремлении человека к страданию. Это, конечно, феноменально, так как на протяжении всего существования цивилизации люди стремятся к счастью, ищут пути обретения этого счастья. Они философствуют на эту тему. Но есть личности, которые упиваются сладостью страданий. Как раз одним из таких был Всеволод Гаршин. Наверное, все знают самое известное его произведение «Лягушка-путешественница». Всеволод родился в 1855 году и прожил всего 33 года. Родился он в дворянской семье. Мальчик был не по годам умен, любознателен, но нездоровая обстановка в семье, весь его потенциал пустила не в то русло. Если говорить о детстве Всеволода, то нельзя сказать, что оно было слишком радостным. Мальчик был умен не по годам и отличался высокой душевной чувствительностью. Когда ему исполнилось 4 года, его мать, поддавшим чувствам, которые она испытывала к учителю ее старших детей, сбегает с любовником и Всеволод остается с отцом. Обманутый муж ничуть не скрывает ненависти к жене, но при этом сыну он дарит много внимания, обучает арифметике, они обсуждают прочитанные книги. В горе приезжает мама, забирает его от отца и определяет его в гимназию в Санкт-Петербург. Мальчик живет в пансионате при гимназии, а его мама в Харькове. Счета по обучению и проживанию мальчика в интернате от отца приходят крайне нерегулярно, так как отец от горя начал пить и возникли финансовые проблемы. А мама была озабочена новой семьей, и денег на Всеволода ей просто-напросто не хватало. Моменты, когда мальчика выгоняли из пансионата, его примечали знакомые семьи. Сева постоянно испытывал чувство вины, ощущал себя нахлебником. И дрязги между родителями, которые хоть и разошлись, но ненавидели друг друга, вынуждали мальчика разрываться. В общении с мамой он всячески пытался проявлять отвращение к папе. А в общении с папой говорил о своей нелюбви к маме. После обучения молодой человек вместо того, чтобы заняться своей карьерой и обеспечить себе достойное будущее, он отправляется добровольцем на русско-турецкую войну. Там он пишет несколько рассказов, которые в один день делают его известным, и не только в России. Но вскоре молодой человек получает ранение в ногу, и на этом участие его в войне заканчивается. Но стремление к душевной боли, к несчастной жизни с каждым годом только усиливается, и молодой человек специально находит и разыскивает людей с несчастной жизнью. Так, например, он просит друга отвезти его в публичный дом, но там он не ищет любовных утех. Он примечает, как ему кажется, самую несчастную проститутку. И в двухчасовой беседе вопросами о ее тяжелой жизни пытается вывести девушку на скорбь, на страдания. Она, поняв, что просто так от него не отделаться, пустила слезу, чтобы прекратить их беседу, иначе она просто останется без заработка в этот вечер. Всеволод регулярно наблюдается у психиатра и периодически лежит в психиатрических больницах. Вскоре он женится на молодой девушке Надежде. Она умна, она милосердна и жертвенна. По образованию врач Всеволод устроился секретарем на железную дорогу. Должность не требовала от него сильного сосредоточения на этой работе, но и с ней он не справился. И вскоре на плечи именно Надежды легли все финансовые трудности семьи. На младшей сестре Надежды женится брат Всеволода, но мать разрушает и эти отношения. Она настраивает брата Всеволода против беременной жены. И Надежда, не снеся таких оскорблений в сторону собственной сестры, отправляется на разговор со свекровью. Но мать Гаршина унижает Надежду еще в большей мере. Всеволод решает встать на защиту своей жены, и этот семейный скандал совершенно подрывает здоровье молодого человека. Именно в этот период Всеволод встречает художника Репина, который поражен его страдальческой внешностью. Он уговаривает позировать ему. И вскоре пишет три картины. Первая картина, которая выставлена в Третьяковской галерее, Иван Грозный убивает своего сына. Вторая картина, не ждали. И третья картина, Гаршин в гробу. Именно Репин запечатлел последние дни жизни и смерть Гаршина. Состояние Всеволода ухудшается день ото дня. Пытаясь себя спасти, молодой человек уговаривает жену поехать на Кавказ. Так как там требовались женщины-врачи. Гаршин любил природу, и он чувствовал, что эта поездка может положительно повлиять на его здоровье. Но непосредственно перед отъездом Гаршину становится совсем плохо. И он буквально умоляет своего лечащего врача, психиатра, положить его в больницу. Но врач категорично отказывает и отвечает, что только поездка может кардинально изменить его положение. Через много лет Надежда узнает от медсестры, работавшей в то время с доктором-психиатром, который лечил Гаршина, что доктор просто боялся за репутацию своей клиники, так как он понимал, что Гаршину уже не помочь. Но если бы Всеволод завершил свою жизнь в больнице этого доктора, то это явилось бы крахом его репутации. И все-таки, не справившись со своей депрессией, молодой писатель бросается в лестничный пролет перед самой поездкой на Кавказ. Это случилось 19 марта 1888 года. Молодого человека госпитализируют в больницу. Буквально через несколько часов у него развивается кома, скорее всего, от внутренней гематомы, потому что у него внешне была повреждена только нижняя конечность, там был открытый перелом ноги. Но кома развилась вследствие травмы головы. И через три дня Всеволод погибает. Вот такой довольно-таки интересный получился у нас разговор. Напишите, друзья, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. Мне будет очень приятно. Спасибо за внимание, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...